всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре тяжелый британский крейсер 10 уровня голиаф пожалуй начнем с его ттх и возьмем первое это параметр живучести очков боеспособности здесь пятьдесят восемь тысяч с хвостиком что выделяет его на фоне своих собратьев типа дэмойн зао гинденбург но в принципе чуть-чуть уступает советским лидерам поскольку у них немного больше очков боеспособности по ptz в принципе очень такие неплохо поскольку 28 процентов для крейсера это достаточно таки много не каждый крейсер может пока похвастаться таким параметром ptz поэтому по живучести на цифрах он весьма хорош перейдем к артиллерии артиллерия здесь представлена калибром 234 миллиметра в 3 3 орудийных башнях ой то есть в 4 3 орудийных башнях с пробитием на фугасах в 59 миллиметров это самый большой показатели пробития на фугасах среди крейсеров тяжелых крейсеров поскольку гиндера там в 51 миллиметр анри там в 40 миллиметров то есть это самый крупный пробитие брони на фугасах то есть линкоры такие даже как немецкий курфюрст с палубой в 50 миллиметров мы будем пробивать на фугасах и все остальные линкоры также будут хорошо пробиваться за исключением и конечно же советских линкоров поскольку у них там броня в 60 миллиметров и там уже пробить конечно будет невозможно альфа фугасов а также достаточно такая высокая 3 850 это серьезный такой показатель показатель рассеивания снарядов тоже неплохо ну то есть средний такой среди крейсеров бэбэшки здесь тоже очень злые 5700 альфа бэбэшек то есть это очень серьезный показатель на бронебойках если подставит кто-то борт и то есть 12 снарядов с таким показателем могут отправить в порт многие крейсера ну и линкором соответственно также будет неприятно получать такие плюхи в борт начальная скорость снарядов низковата низковата для такого крейсера но и дальность стрельбы здесь тоже невысокая то есть с моей раскачкой с моим билдом там где я использую в шестом слоте модификацию на скорострельности которая называется орудия главного калибра мод 3 с ней я стреляю на 16,8 километров что весьма таки неплохой показатель для такого крейсера то есть стрелять дальше не вижу смысла потому что просто с такой баллистикой не будете попадать ну разве что только по стоячим целям типа ямато мусаси пмк здесь стандартная крейсерская ничего особенного нету перезарядка у нас кстати на гк 16 3 секунды становится весьма неплохо но хотелось бы конечно же больше но самое главное здесь шанс на поджог 28 процентов с перком что весьма неплохо с нашим количеством стволов следующий параметр ну пво пво здесь такое же как и у остальных крейсеров слишком сильного перегиба нету то есть не такой крутой как вустер минотавр но в принципе и неплохо по пво то есть пво я бы сказал что оно среднее не такое крутое но и не самое слабое торпеды здесь стандартные британские десятки шестью двумя узлами то есть эсминцы крейсера у них с такими торпедами идут стандартные на все классы параметр маневренности маневренность здесь с флажком сиэра майк идет скорость хода 64 и 6 узлов что не слишком много для такого крейсера радиус циркуляции здесь 800 метров как бы не слишком хороший показатель для такого крейсера но в принципе не самый худший на уровне на время перекладки 10 секунд это с рулевыми машинами модификация 1 в 4 слоте по маскировке маскировка здесь 11 километров для такого крейсера в принципе он как бы по своим габаритам небольшой но все же маскировка как бы не выдающийся не британская заметность самолетов здесь 7 и 1 километра а пво работает у нас на 5 и 8 километров то есть у самолета будет еще запас 300 метров чтобы вас светить а вы не сможете атаковать его своим по ну в общем это все параметры по ттх и следующий параметр я бы отметил это его бронирование бронирование здесь слабая против линкоров поскольку цитадель поднята слишком высоко и у линкоров короче смысл том что они пробивают вам прямо в цитадель и броня бортовая в 203 миллиметра ну в общем их не останавливает то есть они именно этот бронепояс как бы могут и не попасть а если попадет то скорее всего срикошетит но это если под углом в остальную обшивку то есть борты и палубу то есть мы пробивается очень хорошо линкорами то есть мы сразу же получаем цитадель поэтому с линкорами нужно быть крайне осторожным поскольку броня именно против линкоров здесь очень хрупкая но против крейсеров достаточно такие хорошие и другим параметром я бы хотел отметить живучесть это в ремонтной команде поскольку здесь она крутая британская ремонтная команда которая нахиливает где-то примерно так же как у минотавра то есть очень хорошо но минус в том что здесь их всего 2 супер интендантом их будет 3 поэтому против крейсеров мы супер интендантом имеем преимущество но против линкоров мы очень жестко догребаем пройдемся по модернизации модернизации в моем билде такие в первом слоте это основное вооружение мод 1 система борьбы за живучесть во втором слоте в третьем слоте система наведения модификации 1 поскольку для крейсеров это наверное самый важный параметр в точности гк в четвертом слоте взял рулевые машины модификацию 1 поскольку крейсеру нужна маневренность он должен маневрировать в пятом стандартная эта система маскировки и в шестом я уже говорил об этом орудия главного калибра модификация 3 уменьшает время перезарядки гк на 12 секунд но скорость поворота башен увеличится на 13 процентов и с этой модернизации общем время поворота башен на 180 градусов 20 и 7 секунды это без перка мастер наводчик в общем башни крутится здесь довольно таки бодро не менотавра уровень но все равно по сравнению с домой нам очень такие шустрые перейдем дальше к билду перков сидит у меня здесь особый капитан эндрю кеннингем с талантами первым очком в билде я взял это приоритетную цель вторым отчаянный третьим взрыва техника и четвертым соответственно маскировку после чего чуть-чуть там прокачал его и получил 13 очков перков взял супер лентинданта поскольку две хилки ну на бой а если бой затяжной то этого недостаточно плюс еще увеличивается одна у нас заградительная команда дальнейшее развитие перков я вижу такими двумя способами это взять базовую огневую и бдительность это то что я предпочитаю наверное взять для себя но в другом варианте есть еще другой вариант взять усиленную огневую подготовку чтобы апнуть пво и взятие мастера на все руки поскольку здесь он апнутый и вместо десяти процентов он дает вместо пяти процентов дает 10 процентов перезарядки всего снаряжения то есть и хилка и аварийка и заградка будет перезаряжаться на 10 процентов быстрее что весьма неплохо ну таланты это здесь весьма кстати неплохие подходят на все классы то есть как на эсминец и линкор и крейсер но посадила я бы все-таки на крейсер поскольку именно на галяфе он скажем так мне более необходим нежели на других классах склонен к билду конечно же я к первому то есть с базовая него и бдительностью но это в том случае поскольку я играю именно с заградкой если вы играете с гапом то бдительность вам наверное не надо и можете взять наверное второй билд прокачки но там дальше смотрите разумеется сами и перейдем наверное к бою попали мы на карту горная цепь нашей команде как обычно то есть линкоры послевались непонятно как и каким образом но в общем наши умеют играл я соответственно как вы могли заметить сдержанно и в общем против толпы линкоров на таком крейсере играть нужно крайне аккуратно а у нас в бою попалось кстати 5 линкоров которые могут нас без всякого труда покарать причем в цитадель поэтому игра получилась именно такой может быть для кого-то она показалась скучноватой но дело в том что по-другому играть на таком крейсере вы не сможете рашить и линкоры не получится стоять носом танковать тоже не получится пробивать они будут поэтому все что мне остается сделать это отступать и на фугасах отстреливать их поджигать лучше всего конечно же было бы атаковать крейсера поскольку им плюхи будут залетать хорошие и соответственно их мы заберем быстро но поскольку союзников больше не осталось то единственное что можно сделать это просто отступать и набивать домах на ближайшем корабле который от вас в общем вот такой вот бой получился считаю сыграл я в общем-то неплохо но не все бои можно выиграть всем спасибо за просмотры подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки всем спасибо всем пока вражеский крейсер уничтожен а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...